Вместо примечаний мелким шрифтом понятная и удобная таблица. Именно в такой форме с октября этого года банки обязаны предоставлять клиентам всю информацию по вкладам. Нововведение поможет сделать взаимоотношения с кредитными организациями более прозрачными, считают эксперты. Очень много было споров, сложностей, даже судебных споров относительно скрытых процентов, скрытой информации, информации, которые мелким шрифтом под галочкой где-то там в конце 100-й страницы. И это делало непрозрачными отношениями. И, по сути, банк целенаправленно, шаг за шагом делает взаимоотношения между банками, кредитными учреждениями и их клиентами более прозрачными. Вот с 1 октября теперь мы будем информацию получать онлайн и офлайн от банков по вкладам вот в табличной, понятной, простой форме. С этого месяца клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Установить запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении отдельных услуг либо на все операции. Можно установить, какие конкретные действия можно производить с помощью онлайн-сервисов, какие нельзя. То есть какие-то переводы можно вообще запретить, чтобы проходили. Можно установить лимит относительно того, какое количество денег можно переводить каким-то лицам. И самое главное, можно установить невозможность получения кредита онлайн. Теперь у потребителей есть такое право написать заявление, подать это заявление. И, соответственно, уже банк на основании этого заявления обязан это установить. Форма заявления и порядок подачи этого заявления в законе не прописаны. Это каждая кредитная организация устанавливается отдельно. То есть это нужно будет уточнять непосредственно в том банке, в котором обслуживается. Есть изменения и для организации. Напомним, с июля вступил в силу так называемый светофор. Все компании банк разделил на три группы по степени надежности. В зеленый сектор попали клиенты, деятельность которых не вызывает вопросов и подозрений. В желтой – компанией с рисками, а в красной – с признаками незаконных операций. Для последних банки приостанавливают все операции по счетам и запрещают выдачу денег. По каким критериям, в какое сектор попадает юридическое лицо, на самом деле никто не знает. Центробанк хранит их в секрете для того, чтобы избежать как раз возможности обхода вот этих вот положений. Ну, из практики можно сказать, что в красный сектор попадают юридические лица, у которых, например, только транзитные операции проходят по счетам, либо денежные средства пришли и сразу были списаны, особенно, когда они выводятся на расчетные счета физических лиц. А также банки очень остро реагируют, когда они просят, чтобы юридическое лицо подтвердило обоснованность той или иной финансовой операции документами, а юридическое лицо, соответственно, игнорирует. Вот игнорировать нельзя, это прямая дорога, соответственно, в красную зону. С октября в России конкретизировали механизм попадания в красную зону, и появилась возможность это обжаловать. Если компания в течение полугода не обжалует попадание в красную зону, не предоставит соответствующие документы, условно, скажем, не обелится, не перейдет в другую категорию, то эта компания может быть ликвидирована в административном порядке. Директора и учредителя такой компании могут дисквалифицировать на три года. В течение этого срока не получится открыть новую компанию и руководить ею. Чтобы не попасть в зону высокого риска, нужно проявлять бдительность, говорят эксперты, и следить за рейтингом партнеров и вести бизнес прозрачно. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.